В городе мы ходим на бесплатную кормежку бездомных с тем, чтобы использовать эту возможность для проповеди и молитвы за них, за потерянных людей. И вот уже с 27 года Бог показывает много чудес своих интересных. Люди исцеляются, некоторые бросают свои привычки порочные. Много чего там было, но вот остановлюсь на нескольких моментов. Был там один человек, неверующий такой, за которого мы предложили молиться, у него была переломана рука, он не верил. Потом Бог ему эту чудесным образом руку исцелил, хотя врачи хотели ее вообще отнимать. Но у него, и как у всех у них, очень большой порог – это пьянство, конечно. Вот. Дьявол использует этот инструмент, чтобы красть у них память о том, что он сделал для них хорошее. Вот с этим вот человеком Олег его зовут. Значит, я уже просто сбился со счета, что он и сколько ему исцелил. Переломанную руку, ушибленный бок, ребро, язвы какие-то на пальцах, на руках. Вот. И все это проходило. Один раз он приходит ко мне и говорит, вот у меня палец такой распухший был, много недель не проходил. Он говорит, а когда мы помолились за палец, он прошел через два дня. Почему-то так и сказал. И говорю, вот ты помнишь, запомнил этот момент, а десятки других примеров ты не запомнил. И вот почему очень важно помнить, что Бог… важно помнить все благодеяния Бога. Дьявол не может воспрепятствовать исцелению, но он действует другим способом. Он отнимает у них память. Он его там… Бог исцелял его уже с десяток раз, а он все забыл. Последний раз он, правда, пришел более-менее трезвый. Вот. И тоже язва у него была такая на руке. Мы молились, потом и она тоже прошла. А он уже был более-менее трезвый, уже помнил так более-менее. Вот такой интересный момент, что, конечно, и сам просил изгнать из него духа нехотина и алкоголь. Очень интересно. Бог вот любит таких людей, он как-то так и хлядет. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!